В преддверии Нового года каждый ребенок ждет своего подарка, но, к сожалению, не каждый родитель может позволить себе исполнить детскую мечту. 500 новогодних подарков Министерство цифрового развития раздала детям из малоимущих семей. Они организовали эту акцию вместе с волонтерами и представителями IT-отрасли региона. В гости к детям вместе с организаторами отправилась и наша съемочная группа. Слово Кариму Даниву. Спасибо, что про нас вспомнили, что есть такая семья. Раисат Магомедов – мать шестерых детей. Живет в ветхом доме у родной сестры. С мужем разошлись 12 лет назад. Сейчас работает уборщицей. Ей одной приходится воспитывать маленьких детей. О своем собственном жилье многодетной матери пока остается только мечтать. Вот так круглосуточно ходила на работах. Их круглосуточный садик давала. Ну, надо же их поднять, кормить, одевать. А сейчас зачем там мальчик? Сейчас после, как машина сбила. Ну, так хожу, убираться хожу. Убираю и прихожу. Быть и некуда было. У нас жилья нет. Нигде ничего нет. Не чистимся. В такой тяжелой жизненной ситуации оказались сотни семей Махачкалы. Обрадовать их небольшими подарками в преддверии Нового года решили Министерство цифрового развития Республики. Министерство цифрового развития организовало благотворительную акцию совместно с IT-компаниями, в рамках которой сотрудники нашего министерства и также наши цифровые волонтеры будут развозить подарки малоимущим семьям. Также мы будем развозить подарки семьям с детьми-инвалидами. Таким образом, мы решили обрадовать в преддверии Нового года детишек и раздать им новогодние подарочки. Помощь в раздаче новогодних презентов в Министерство оказали студенты-волонтеры. На собственных машинах они раздали 500 подарков. Участие в доставке праздничных коробок на дом принял и в Рио руководителя ведомства Тамерлан Буганов со своим сыном. Спасибо большое. Так, давай, держи. Спасибо. Давай, держи. Спасибо. Так, давайте, давайте, давайте. Старшему брату старшему. Давай, старшему брату и сестре всем давайте. В двери Нового года хотели порадовать детей и присоединились к акции на Новый год. Я с колледжа СК ГИМК и мамы Шамиля и просто хотела помочь, порадовать детей к Новому году. Праздник каждому ребенку. Именно так называлась благотворительная предновогодняя акция. Помимо Министерства цифрового развития в организации мероприятия также приняли участие Ростелеком, Электросвязь, ИВТ и другие представители IT-отрасли. О списке нуждающихся предоставил благотворительный фонд «Инсан». Карим Даниев, Хамза Нурмагомедов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова